И в качестве общего нашего мнения, как со стороны масс-медиа, что нынешняя система, работая по крайней мере с запросами от СМИ, она достаточно бюрокритична и неповоротная, потому что очень много времени занимает и у мы, и у нас, практически не задействованы в современной возможности. Если электронные почты в законе доступа к информации скажут, что можно управлять электронные почты, опять же повторяюсь, то, что есть вот проблема с непопаданием в цель с вопросом, и самое главное, что читатель поздно получает ответ. У нас был случай, что мне спрашивали о материальной помощи, о помощи перед учебным годом, отправили его летом, получили ответ уже в октябре или ноябре, тогда уже смысла в этом ответе нет абсолютно. Поэтому, ну, бывают такие градусы, к сожалению. И какие-то попытались мы спромылить предложения. Мы понимаем абсолютно адекватно, что у премарии есть свои проблемы. Я наверняка человек сказал, что это и отсутствие кадров, и отсутствие финансов. Огромное, я думаю, что у вас очень большой объект в иске. Мы это прекрасно понимаем. Мы прекрасно понимаем, что могут быть ошибки, какие-то проблемы. Но я думаю, что способы современной коммуникации не надо списывать. Электронные поиски никто не отменял. Она, как я сказал, здесь в помянутом законе просто информации. Я не знаю, что будет в ге-петиции, ге-менеджмент-петиции, у вас и так она будет работать, и будет ли это способствовать ускорению. Мы очень надеемся, что это станет легче. И это сэкономит и ваши ресурсы, и время, и бумагу, и дашь, возможно. Будем надеяться на улучшение. Я понимаю, что есть объективные сложности, есть все-таки какая-то у вас дисциплина в местной власти. Но, тем не менее, думаю, что можно работать напрямую со службой. У нас есть положительный опыт в этом плане. Это управление капитальными, в частности, коммунального хозяйства. Я не знаю, может быть, им просто тяжело уже одолевать этот объем информации, с которым мы им направляем. И нам удалось наладить просто работу с ними напрямую. Господином Бутышевым, Наталья Петрусевичевна, кстати, занималась у нас мониторингом этим. Установила контакт, достаточно созвониться или подойти, и получить эти ответы. И у управления капитального хозяйства, у которого и без того работы много, и у нас огромная экономия времени и ресурсов. Все очень просто. Мы очень открыто в этом плане. Если есть согласие, мы придем и возьмем эти ответы в любой удобной форме для сотрудников. Я понимаю, что вы сказали, что сейчас есть старая генеграмма, и невозможно принять пока новую. Но тем не менее, как пожелание на будущее... Я никто, что не возьму. Я не знаю. Процесс, например, подтягивается. В совмете принято, подтягивается. Это определенный процесс, и надо, чтобы ее дарили в министерстве. Нам в следующей неделе она должна претерпеть, если будет заведен, срок 30 дней не было. Я очень надеюсь, что вам удастся, потому что я думаю, что, конечно, все это устарело, то, что было, и нужно меняться. Но по поводу пресс-секретаря, я не знаю, есть ли такая возможность, но опыт наш показывает, по крайней мере, есть такой пример, как инспекция, если бы есть человек, который включает прямо, называется, пресс-секретарь. Нам не надо ходить теперь по разным отделам, разным структурам, чтобы получить информацию. Мы обращаемся к этому человеку и говорим, у нас есть такой вопрос, просто предоставить информацию. У вас есть такая информация, прокомментируйте, пожалуйста. Пресс-секретарь идет туда, куда нужно получать информацию или присылает ее по телефонной почте или по телефону диктует на телефонограмму. По-моему, просто, но я не знаю, может ли Фервария в данном этапе позволит себе нарушить актуальность. Но в принципе, в практике работы всех центральных ведомств у них есть такие предприятия. Я думаю, что это было бы, наверное, правильным. Но я не знаю, может ли вы, может ли ясно согласиться, на данном этапе позволить эту единицу или как бы переизменить что-то, чтобы был человек, который вот именно в таком формате работы назывался именно пресс-секретарем и работал с прессами. Пусть мне можно, чтобы сразу вопрос, ответ. По электронной почте. Дело в том, что согласно документам обороты, которые на сегодняшний день, электронной почте про нее нигде не сказано. Кто-то, кто-то там, кто-то там, кто-то там, кто-то там, кто-то там, не будет использовать этот официальный ответ. Поэтому у нас сейчас в отделе по связям с общественной запросочкой, мы все знали, какая информация. У нас есть люди, которые отвечают за письма, которые приходят на бумажном носителе, за электронные носители. Кристина Тарлопан, которая почта электронная, которую она принимает, регистрирует дальше и отправляет по назначению. И та почта, о которой мы говорили, приходит на официальную почту Маргарета Михайловна Прякина. Вот у нас на сегодняшний день уже есть физические люди, граждане, это 140 кабинет, юридические лица, 323 кабинет. Вот идет такая регистрация с четырех частей, но мы будем стараться, потому что у нас все даже проблемы по срокам есть. И в новом штатном расписании у нас тоже есть пресс-секретарь, есть такая единица, когда она будет есть. Но я думаю, что на сегодняшний день не проблема, и я бы даже очень сильно попросила бы вас, если можно, все-таки связь держать через представителя отдела по связям с общественностью Маргареты Михайловны Прякина, которая постоянно вас информирует о всех совещаниях, о всех мероприятиях общегородского плана, в премарии все, что происходит, и также получение информации в срок, чтобы вы не писали на бумажке дополнительно, и мы вам не отвечали с опознанием такого года. Хорошо. По поводу того, что вы, Елена Ильич, мы говорили о том, о публикации решений, режим денег вскрыт открыт. Мы готовы обсуждать этот вопрос. Пожалуйста, если в этом есть необходимость, у нас есть ресурсы, возможности. Осталось обсуждать, как это будет работать. Надо понимать, что есть определенные затраты элементарные, которые мы должны покрыть. Но это все обсуждаемо. Мы готовы, мы открыты всегда, в любой форме, тем более, что мы так или иначе информируем идею о том, что делает ремарийный, с вами цель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова